А с чем пришли? У нас, как беременная плоскостопия, Харькова, танцами с 3-х лет я занималась. Они болели сейчас. Когда назад ходишь, да? Когда болеешь. Когда нагрузка, да, большая. Идет в танцах, особенно, было. Гарь тут плакала, болели стопы. В основном после перегрузки на танцах или нет? Да, да, да. И когда ходит много. Дома босиком? Вот приехали и спросили, какую обувь надо? Обувь должна фиксировать пятку, даже когда вы дома ходите. Но летом сложно, конечно, будет. Но вот когда уже прохладнее станет, можно просто кроссовки, которые держать будут пятку в правильном положении. Также можно дома бинтоваться. И это достаточно удобно, так хотите. Ну, то есть ощущение, как в носочках будет. Но при этом, когда ребенок будет ходить, не будет вот этого воплощения. То есть, когда человек шагает по гладкой, твердой поверхности, у него вот эта часть, она едет вперед. И вот этот свод естественный, который, ну, как бы, есть у здоровой стопы, он со временем пропадает. И за счет этого происходят различные уже деформации со стопой впоследствии. А если она будет постоянно зафиксирована, то вот эта вот вся история, она будет уходить. И вальгус, и боли с плоскостопия тоже, они будут постепенно восстанавливаться. Тем более то, что ребенок еще растет, все это можно просто образом жизни, небольшими дополнительными вмешательствами быстро скорректировать. Вот. И далее это уже просто будет внимание с вашей стороны и с ее, чтобы это не вернулось обратно. Они ей большие не стали кроссовки после стелек? Ну, чуть-чуть. Нужно уже менять обувь тогда, чтобы нога дальше не продолжала ехать. Когда обувь нужного размера, то есть под стопу, некуда будет двигаться. И она будет в правильном положении, вот в этом вот поднятом своде, держаться. И, ну, как бы, анатомические стельки, они же провоцируют выравнивание. Но это выравнивание нужно удерживать и фиксировать. Обувью, да. Ты как шнуруешься? А у тебя свободная обувь? Не затягиваешь? Просто так одеваешь? Ты портишь себе ноги так? Да. Ты, наверное, раз шнурул, у тебя обувь опять-то шнурул. Да, да, да. Вставил и пошел. Мы все так делали когда-то. Первое время, вот когда еще болевые ощущения остаются при долгой ходьбе, после занятий, можно даже по нескольку раз в день. Да, это муторно, никому не нравится. Понятное дело, но для большей эффективности можно пару раз в день прям перешнуровать. То есть, допустим, гуляешь весь день, там, на прогулку пошла. Два-три часа прошло, чувствуешь то, что уже кроссовок, он свободный, шнурки ослабились. Села на лавочку, перешнуровалась, пошла дальше. И ногам будет классно, удобно будет постоянно. И ногами будут в разные стороны ездить. И будет вот эта вот фиксация на протяжении всего времени осталось. В том-то и штука, что вот одна стелька, она никогда не сможет вам помочь, если вы не будете ничего другого делать. То есть, стелька это не панацея. Если, например, девочка привыкла ходить босиком дома, проще как-то к носку или к чему-то такому привыкнуть, чем ходить в обуви, тем более в кроссовках дома. А пинтование, оно просто будет так же фиксировать ногу, как и обувь правильная, но при этом будет свободнее. То есть, как он ощущается, как носочек, когда дома ходите. И вообще никому не рекомендую, ни маленьким детям, ни взрослым, ни пожилым ходить дома боськом. Если бы у нас дома был песок или гайка, или хотя бы трава, можно, да. Но гладкая твердая поверхность это не та, по которой полезно нам ходить, к сожалению. Босиком, да, если есть возможность, там на природе куда-то, по песку, просто разуться в парке, погулять по траве полезно.